Добрый день, уважаемые коллеги. Прежде всего, позвольте поблагодарить организаторов этого конгресса за возможность выступить и представить результаты, которые мы проанализировали, и рассказать про осложнение хирургического лечения пациентов детского и подросткового возраста с опухолями костей. Вначале хотелось бы сказать, что возникновение любого осложнения у онкологического пациента после реконструктивной операции – это большая проблема. Но у пациентов детского и подросткового возраста реконструктивная операция уже сама по себе довольно приличная проблема. И как об этом говорил профессор Марко Манфрине, это редкое в редком. Мы постарались проанализировать всех пациентов, которых соперировали с июня 2012 года и у которых период наблюдений составил не менее 12 месяцев. В суда попали 115 пациентов с эндопротезированием и 18 пациентов с биологической реконструкцией. Для классификации осложнений мы использовали новую модифицированную шкалу Хендерсона, которая была модифицирована комитетом ICELS. В группе эндопротезирования, как я уже сказал, 115 пациентов. В основном это были пациенты с остеосаркомой. В основном это были пациенты, которым проводилась операция на области коленного сустава. И хотелось бы сразу перейти уже к осложнениям, чтобы сэкономить общее время. Тип первых осложнений – это повреждение мягких тканей или дефицит мягких тканей. И первый тип 1А. В нашем случае имеется два пациента, у которых возникло данное осложнение. Это вывих. В одном случае вывих в тазобедренном суставе, в одном случае это миграция надколенника. При вывихе в тазобедренном суставе мы перешли к тотальному эндопротезированию, замене вертлужного компонента. А миграцию надколенника оставили под динамическое наблюдение, так как не вызывало больших жалоб у пациента. Дефект укрытия. Даже специально взял довольно небольшой дефект, чтобы показать, насколько мы серьезно к этому относимся. Это одно из самых опасных осложнений. Оно чаще всего встречается на максимальной голени у пациентов детского возраста и связано в первую очередь с дефицитом мягких тканей. После удаления опухоли практически у каждого второго пациента возникает сложность с укрытием раны. Может возникнуть натяжение мягких тканей. И если вдруг, не дай бог, возникает септическое расхождение швов или краевой некроз, мы его предпочитаем сразу иссекать. Наблюдали три случая. Итого на первый тип приходится 4,35% осложнений. Тип 2 – септическая нестабильность. Это то, о чем мы предупреждаем каждого пациента, но, тем не менее, мы встретили только один случай после эндопротезирования коленного сустава, который был успешно разрешен при помощи применения ревизионной системы. Тип 3 – структурные повреждения. И, наверное, если вы обратили внимание, в предыдущих докладах практически все говорили, что поломка импланта – 0 случаев, 0%. Действительно, у взрослых пациентов так и есть. Но, к сожалению, детский протез чуть более сложный. Он имеет развяжной механизм, который чаще всего ломается. И в наших случаях это было 5 пациентов. К счастью, ни у кого из них, только у одного из них потребовалась повторная операция. У остальных ситуация была разрешена при помощи специальных стелек или обуви. Перепротезный перелом наблюдался у двух пациентов. Так как мы стараемся избегать любых ревизионных операций у пациентов детского и подросткового возраста, мы перешли к консервативному лечению. И в обоих случаях наблюдали консолидацию перелома без последующего развития асептической нестабильности. Хотелось бы сказать, что поломку элементов раздвижки эндопротеза мы сейчас разрешили, применяя протезы с магнитной раздвижкой. Мы применяем их уже 3 года, и пока ни одной поломки механизма с тех пор не отмечалось. В отношении перепротезных переломов, как я уже сказал, мы стараемся проводить консервативное лечение, даже несмотря на то, что сегодня существует большое количество систем остеосинтеза и ревизионной хирургии для разрешения этой проблемы. Одно из самых грозных осложнений – это тип 4, инфекция. Осложнение, которое может повлиять на сроки проведения химиотерапии. Мы отмечали 6 случаев, это чуть больше 5%. На каждом конгрессе практически идёт обсуждение о том, как лечить перепротезную инфекцию. И в основном это идёт речь о лечении взрослых пациентов. У детских пациентов всё идёт практически по тем же правилам, только за тем исключением, что когда мы, допустим, мы стекаем инфицированную капсулу, эндопротезу, удаляем инфицированные ткани, мы оставляем всё меньше и меньше мягких тканей. И у без того худеньких пациентов антропометрические данные пациентов детского возраста таковы, что порой выполнить иссечение капсулы им очень сложно. Но это делать необходимо. Из 6 случаев только одному пациенту мы провели лечение по принципу ДР, то есть удаление инфекционных тканей, иссечение рубцов и замена подвижных элементов импланта. Это было у пациента инфекция в течение 8 дней после операции. У остальных пациентов мы придерживались тактики двухэтапной ревизии, постановка удаления эндопротеза, постановка цементного спейсера с реэндопротезированием. 4 случая осложнений типа 5 – это локальный рецидив. Во всех случаях была выполнена органуносящая операция. И, собственно, чем отличается шкала новая, шкала ICELS от шкалы предыдущей модификации по Хендерсон? Это то, что появились педиатрические осложнения. И мы наблюдали два случая, которые назывались осложнения тип 6А. Это блокировка зоны роста и появление продольной или угловой деформации. В обоих случаях мы придерживались консервативного лечения до момента раздвижки эндопротеза. Получилось 25 пациентов из 115. То есть у каждого пятого пациента развивается, у детского и подросткового возраста развивается осложнение. И, как показал наш анализ, они возникают чаще у пациентов младше 14 лет, у пациентов при использовании раздвижных эндопротезов и при эндопротезировании проксимального отдела голени. Хотелось бы показать эти случаи. Это пациенты, которые обращались к нам в поликлинику, оперированные ранее в других онкологических центрах. Всем проведены хорошие радикальные операции. Но часть родителей либо не обращалась вовремя за помощью, либо не проходило этапное обследование. И в итоге развиваются подобные запущенные случаи. В первом случае мы видим как развитие асептической нестабильности, так и появление угловой деформации и блокировку зоны роста. Во втором случае мы видим то, что опухоль удалена, но большое укорочение конечности, перепротезный перелом. И тоже большие вопросы с ревизией. И один клинический пример. Поступила пациентка с укорочением конечности около 4-5 сантиметров. Регионологически мы видим блокировку зоны роста, развитие асептической нестабильности, интероперационная картина металлоза. Видим асептическую нестабильность. Истечение металлоза. Установка раздвижного эндопротеза. Здесь не видно, но мы попросили компанию-изготовитель сделать в тибиальном компоненте специальный спейсер, чтобы попытаться вывести щель коленных суставов на один уровень для оптимизации функции. Цементная фиксация. И функциональный результат спустя полгода. Пациентке проводятся регулярные раздвижки. Сейчас практически полностью нивелирована разница в длине нижних конечностей. Что касается пациентов с биологической реконструкцией, их 18. Это тоже в основном пациенты с осью саркома и в основном пациенты, которым проводилась операция на голени. Здесь, к сожалению, конечно, осложнений больше. Здесь встречаются как и дефект укрытия, так и перелом фиксатора, инфекция, два локальных рецидива. Это получилось, что у третьих пациентов возникли осложнения. И я должен сказать, что у тех пациентов эта цифра будет расти, потому что сейчас есть пациенты, у которых еще нет более года с момента операции. И у них уже тоже появляется у кого-то инфекционное осложнение, у кого-то нарушение консолидации. Но, тем не менее, хотелось бы сказать, что мы пока не планируем отказ от этого метода, потому что он позволяет получить довольно хорошие функциональные результаты. И если биологическая реконструкция удается, если удается реконструировать дефект при помощи малоберцового трансплантата, то функциональные результаты спустя года, конечно, не через год, а через 3-4 года, как у данной пациентки, они, конечно, феноменальны. В заключении хотелось бы сказать, конечно, банальную фразу, что лучшее лечение осложнений – это профилактика их развития. Для этого требуется тщательное предоперационное планирование, тщательный анализ дизайна индивидуальных имплантов, совместная работа со специалистами инфекционного контроля, аккуратная хирургическая техника. При асоптической нестабильности и подозрении на инфекцию мы рекомендуем избегать динамического наблюдения, а также при решении вопроса о ревизионной операции собирать мнение нескольких специалистов и междисциплинарный подход. Благодарим за внимание. Спасибо большое за доклад. Пожалуйста, вопросы у кого будут? У меня не вопрос, а скорее даже не комментарий, а благодарность за замечательный доклад, за выдающиеся результаты и за то, что тему выбрали именно осложнение, потому что грешат отечественные конференции тем, потому что все обсуждают свои достижения, но никто не хочет обсуждать свои осложнения. Спасибо вам за принципиальный подход к этому. Спасибо большое. Я бы не сказал, что они выдающиеся, но спасибо все равно. Спасибо большое. Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, если говорить о пациентах с инфекционными осложнениями, какой наиболее частый возбудитель был выделен по результатам БАК-пассива? Золотистый стафилококк. Второй тогда вопрос. Проводится ли вы рутинно обследование пациентов перед большой операцией на носительство золотистого стафилококка? Оно проводится при госпитализации еще первичной. Всем пациентам? Да, всем без исключения. При наличии колонизации чем вы производите деконтаминацию? Это уже делают специалисты инфекционного контроля, которые проводят… Вы можете сказать, как вы проводите деконтаминацию? Я сейчас не помню, но это выбирается, делается по чувствительности к антибиотике, проводится посев на чувствительность к антибиотикотерапии, и в соответствии с этим она назначается. Я имел в виду локальные методы. Используете? Локальные вы имеете в виду интероперационные? Да, полость носа – нет, золотистый стафилококк. Тут я вам не скажу. Спасибо. Спасибо большое. Да, пожалуйста, еще вопрос. Я спрашиваю, если мы используем ортопластин ковер-диаргенту в вашем хоспитале? Нет, мы не используем. Нет? Иногда, может быть, и мы используем этот ковер-диаргенту в ревизионной сургерии, после инфекции. Нет, мы используем этот ковер-диаргенту в ревизионной сургерии, после инфекции. Нет, мы используем этот ковер-диаргенту в рвизионной сургерии. Продолжение следует...